здравствуйте дорогие слушатели меня зовут хаварова юлия александровна я главный гастроэнтеролог сети клиников и на сегодня я хочу поговорить с вами про изжогу вроде бы достаточно известное понятие но тем не менее всегда возникают какие-то вопросы с ней связанные и пожалуй на приеме гастроэнтеролога это одна из самых частых и одна из самых непростых проблем особенно сегодня когда очень много образованных обученных пациентов приходит уже скажем так начитанными сначала я хочу поблагодарить российскую ассоциацию терапевтов за приглашение это мой первый опыт чтения лекций в этом проекте но конечно не первый опыт чтения лекций вообще в жизни потому что я много лет работала преподавателем в университете также как вы видите по моей заставочке я педжи у меня докторство докторская диссертация защищенная финляндии интересный опыт работы именно в европейском университете ну и сейчас я занимаюсь развитием сети гастроэнтерологии у нас не одна клиника в москве много по россии именно с точки зрения доказательной медицины и внедрения всех подходов доказательной медицины в рамках гастроэнтерологии по россии всегда рада контактом с коллегами если вдруг у вас у кого-то возникнет желание поработать как-то с нами посотрудничать всегда рада можно будет потом мои контакты найти ну собственно к теме и жоги презентация получилась огромная я постараюсь на некоторых файлах на некоторых слайдах немножко пролистывать для того чтобы вам не было может быть где-то скучно может быть вы просто устанете но в любом случае мы можем прерываться на вопросы дискутировать и что-то обсуждать часто пациенты приходят нам на прием уже с запросом доктор у меня рефлюкс и первый вопрос который мне хочется им всегда задать а как вы поняли что у вас именно рефлюкс потому что это достаточно широкое понятие и не все пациенты понимают что такое рефлюкс иногда люди приходят и говорят а у меня герб иногда они говорят что у меня изжога иногда они говорят что у меня жжение а изжогой они часто называют совсем не изжогу а как раз жжение в эпигастрии вот со всеми этими понятиями хотелось бы сегодня разобраться и также вспомнить что же может быть причиной для этих симптомов кроме собственной гастроэзофагальной рефлюксной болезни хотя конечно она будет во главе угла сегодняшней лекции развитие гастроэзофагальной рефлюксной болезни отражает дисбаланс между некоторыми факторами это повреждающие факторы или вызывающие симптомы и защитные факторы те кто возможно учился давно в университете в институте еще тогда помнит что существовал такое понятие как весы шея оно касалось дисбаланса при язвенной болезни но в принципе их можно применить и для дисбаланса при гастроэзофагальном рефлюксе соответственно если повреждающие факторы побеждают то защитные факторы к сожалению снижают свою активность и например клиренс пищевода и целостность слизистой оболочки это то что может повредиться и то что достаточно сложно восстанавливать поэтому наша задача не только подавить рефлюкс но и постараться увеличить вот эту часть правой чаши весов для того чтобы она все-таки помогала нам лечить гастроэзофагальный рефлюкс и собственно эзофагит что считается факторами риска может быть что-то очевидно а может быть что-то и неочевидно это прежде всего несостоятельность пищеводно-желудочного перехода и здесь есть три доминирующих патофизиологических механизма это приходящее расслабление нижнего пищеводного свинтера постаралась тут на картинках показать чтобы было более-менее понятно это гипотензия нижнего пищеводного свинтера и это собственно анатомическое нарушение которое связано чаще всего с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы характеристики рефлюкса тоже также относятся к факторам риска потому что то какой рефлюкс будет влиять и на нашу терапию в том числе и на где-то на ощущение пациента большое значение имеет внутрижелудочковый ph и конкретно время контакта то есть чем больше а чем длительнее вот этот заброс пищевод тем соответственно будет больше повреждения пищевода и как раз здесь клиренс и играет достаточно большое значение степень повреждения слизистой более значительно если ph рефлюктата меньше 2 или если в рефлюксе присутствует пепсин что тоже важно но не всегда учитывается также нужно не забывать про роль доденогастрального рефлюкса особенно у тех пациентов у которых были проведены вмешательства на желудке желчные кислоты могут участвовать в развитии изофагита если они имеют возможность забрасываться вплоть до пищевода нарушение клиренса как я уже начала говорить имеет достаточно большое значение потому что в норме пищевод должен опорожняться от любых забросов которые туда происходят неважно это пепсин желчные кислоты или это собственно кислота из желудка но в условиях патологии клиренс снижается и соответственно а хуже уходит из пищевода также здесь имеет значение работа слюнового аппарата то есть слюна которая тоже может способствовать тому что почищать лучше клиренс мы сейчас чуть-чуть об этом поговорим соответственно удлинение времени выведения кислоты из пищевода наблюдалось примерно у половины пациентов с изофагитом и двумя основными причинами этой проблемы являются нарушение поражения пищевода и нарушение пункции слюны из-за чего бывает нарушение поражения пищевода пока я говорю здесь включу вам видео как раз которая демонстрирует эту историю неэффективная моторика пищевода может проявляться как неэффективными так и потензивными перистальтическими сокращениями соответственно чем тяжелее изофагит тем глубже повреждения тем хуже моторика та дисфункция которая связана с активным острым изофагитом она частично обратима то есть мы пролечили изофагит и дисфункция скорее всего уйдет а вот та дисфункция которая связана со стриктурой с сужениями каким-то фиброзом в этом случае не является обратимой и к сожалению заброс будет постоянный и соответственно изофагит будет тоже поддерживаться существует еще такое понятие как ре рефлюкс или ретроградный поток он связан с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и ухудшает опорожнение пищевода возможность этого рефлюкса усугубляется наличием кислотного кармана который есть в максимальном отделе кардиального отдела желудка соответственно пища которая проходит в желудок не забирает да не заходит туда в эту часть и рефлюкс остается высоко кислотным в постпрандиальный то есть в период после еды соответственно это три рефлюкс как бы второй рефлюкс он тоже усугубляет опорожнение пищевода конечным результатом является гораздо большее воздействие кислоты вот почему в рекомендациях пишется что если у пациента есть грыжа пищеводного отверстия диафрагмы то мы должны увеличивать дозу ингибитора протонной помпы потому что вот этот ре рефлюкс требует более серьезной терапии снижение слюноотделения это второй фактор с которым связано опять же ухудшение освобождения пищевода то снижение клиренса из-за чего может уменьшаться слюноотделение но из-за хронической ксеростомии связанные также которая связана с длительным воздействием кислоты на пищевод и развитием изофагита то снижение слюноотделения по разным причинам также снижено слюноотделение всегда во время сна и мы говорим о том что люди с рефлюксом должны лежать на повышенной подушке они не должны есть перед сном они не должны пить много даже жидкости перед сном но нужно понимать что слюноотделение все равно снижается и на этот фактор мы действовать не можем именно в ночное время также курильщики сигарет имеют более длительное время выведения кислоты из пищевода из-за гипосоливации рефлюксная болезнь по этой тоже причине чаще встречается у курильщиков ну американцы например рекомендуют леденцы или жевательную резинку что ускоряет выведение кислоты из пищевода но здесь тоже вопрос потому что жевательная резинка которая содержит мяту она как раз может увеличивать рефлюкс поэтому тоже нужно подходить достаточно критично с этой и к этой истории нарушение защиты от повреждения эпителия это тоже история которая не всегда рассматривается при лечении здесь вряд ли будут помогать ингибиторы протонной помпы потому что мы говорим о состоянии питания слизистой оболочки и эта история характерна для положилых людей когда мы видим эрозии хронические мы не можем их вылечить ингибитором протонной помпы мы должны задумываться о том что здесь идет повреждение на эпителиальным и постепитериальном уровне которая не связана только с кислотой да она связана со снижением клиренса но они она также связана еще и состоянием сосудистого питания слизистой оболочки один из консенсусов конкретно леонский консенсуса 2018 года говорит нам о том что основным фактором повреждения пищевода долгие годы считали чрезмерное воздействие соляной кислоты но на самом деле есть еще множество других составляющих о котором я в общем-то сейчас уже упомянула это дисмоторика включающее количество эпизодов рефлюкса это высота забросов пищевод рефлюктата это показатели ph рефлюктата индивидуальные характеристики пациента также сюда может входить гиперчувствительность пищевода или особенности восприятия ночь об этом тоже поговорим соответственно функциональный статус пациента тоже может влиять на проявление гастроэзофагального рефлюкса и не всегда связь кислотного воздействия точнее не всегда кислотное воздействие напрямую связано с симптомами то есть есть люди с рефлюксом которые его не чувствуют есть люди у которых абсолютно нормальные поступления кислоты то есть нету гиперкислотного рефлюкса но при этом они ощущают изжогу к факторам риска герб также таким более понятным скажем так социальным относятся грыжа пищеводное отверстие диафрагмы хеликобактер пилори ожирение курение беременность экзогенный экстраген диета лекарства я сегодня намеренно не буду оставаться на берег останавливаться на беременных потому что получается достаточно много всего но чуть-чуть мы с вами вот на этих вопросах становимся о грыже мы поговорили что касается хеликобактер пилори есть понятие того что при лечении герб точнее при лечении хеликобактер пилори то есть при эрадикации проявление герб могут усиливаться на самом деле под этим есть доказательная база. Это не говорит о том, что мы не должны лечить хеликобактерную инфекцию, хотя действительно, повторюсь еще раз, считается, что возможно хеликобактер защищает пищевод от ГЭР, пищевода Боретта, дисплазии и так далее. Но, тем не менее, если взвесить частоту возможного рака желудка от хеликобактерной инфекции и также взвесить осложнения, которые может нести за собой хеликобактерная инфекция, то они все-таки будут выше, чем те риски, которые возникают при ее неизлечении. Соответственно, действительно, если это был пациент с гастритом тела желудка или с пангастритом, то мы можем увидеть после лечения хеликобактерной инфекции усиление рефлюкса. Такие пациенты есть. Я считаю, что здесь наша цель не говорить этому пациенту, а давайте не будем лечить хеликобактер, а просто знать о том, что такое есть и, ну, скажем так, наверное, не удивляться, а затем лечить пациента от этого рефлюкса и быть готовыми к тому, что действительно будет определенный процент таких людей, которые после излечения хеликобактерной инфекции пожалуются на рефлюкс. Но здесь я бы хотела еще оговориться вот по поводу чего. Когда мы назначаем лечение хеликобактерной инфекции, мы должны четко оценить показания. Если у человека совершенно отсутствуют показания, у него не отягощена наследственность, то здесь стоит подумать, кого лечить, кого не лечить. Потому что чаще всего, например, я в своей практике сталкиваюсь с ситуацией, что рефлюкс усиливается у людей, у которых вообще не было никаких симптомов, им совершенно случайно обнаружили хеликобактерную инфекцию, пролечили, и вдруг у них после этого начался рефлюкс. Чаще всего он продолжается не так долго, но человека все равно это беспокоит. Поэтому в контексте гастрозавагального рефлюкса хеликобактер пилори мы лечим, но мы должны понимать, что у некоторых пациентов это может усугубить симптомы, а у тех пациентов, у кого был антральный гастрит, чаще всего как раз лечение хеликобактерной инфекции улучшит и ситуацию с рефлюксом. Ну и, конечно же, почему мы еще должны лечить хеликобактер, потому что если мы на ГЭР будем назначать длительные ингибиторы, мы обязательно должны провести радикацию хеликобактерной инфекции, дабы, опять же, не увеличивать его распространенность по желудку в условиях хеликобактера. Очень важный момент – это препараты. Достаточно большие списки препаратов опубликованы, которые могут вносить вклад в развитие симптомов с верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Я не предлагаю вам отменять все эти препараты пациентам. Понятно, что мы должны четко оценить, где у нас жизненно важные препараты, где препараты, которых можно отказаться. То есть не нужно заниматься полипрагмазией, не нужно назначать очень много препаратов, и если пациент приходит с изжогой, мы сначала должны оценить весь его огромный или неогромный список. Желательно, чтобы он, конечно, его с собой принес, и нужно очень подробно у него выспросить, что он принимает, потому что пациенты часто забывают, что они принимают, и затем уже провести определенную ревизию. Вот здесь картинка Zip2D, где они показывают как раз примеры язв в пищеводе, связанные с лекарственными препаратами и даже вот участки оболочек лекарственных веществ. У меня была такая пациентка, которая выпила капсулу омеги-3, как ни странно, большую достаточно, не запила ее водой, и у нее появилась боль в нижней трети пищевода. Мы сделали гастроскопию, у нее прямо, ну, видимо, на месте этой капсулы, сложно сказать, где, образовалась такая глубокая эрозия, почти язва пищевода, которую пришлось, в общем, залечивать. То есть, когда пациент принимает лекарственные препараты, нужные лекарственные препараты, конечно же, и не бады, нужно обязательно советовать ему, чтобы он его обильно очень запивал. Вот здесь огромный достаточно список. Вы, в принципе, можете, ту информацию, которую даю, она нигде не спрятана. Я в основном пользуюсь или наши клинические рекомендации, или европейские, или UpToDate, американские на сайте Ага, то есть это просто переводные разные моменты. Вот, а это доступные списки, конкретно этот с UpToDate. Ну, вы видите, что здесь достаточно много препаратов, и, конечно, мы не можем пациентам отменить все на свете. Если нам нужны антибиотики, то мы можем и можем и будем назначать антибиотики. Если нам нужны какие-то другие препараты, мы тоже будем их назначать. Просто нужно иметь в виду, что не всегда ГЭРБ. Это ГЭРБ из-за того, что есть забросы, кислота, грыжа, несостоятельность финтера, а иногда это лекарственный эзофагит, на который мы тоже должны обратить внимание. Нестероидные противовоспалительные, конечно же, влияют на пищевод, но мы должны учитывать, что здесь вместе с влиянием, собственно, препарата должен быть еще, должны быть еще определенные факторы риска. Это первые три месяца лечения, то есть начало лечения хуже влияет, чем продолжительное лечение. Это старшая возрастная группа, это курение сопутствующее, это сопутствующие сердечно-сосудистые или респираторные заболевания, одновременный прием лекарственных средств, особенно дополнительно кортикостероидов и антикоагулянтов. Это использование НПВП в высоких дозах более одного НПВП. И я поставила здесь под вопросом хеликобактер пилори с учетом того, что я вам только что про него говорила. То есть, с одной стороны, возможно, он влияет здесь как повреждающий фактор, но все-таки больше доказательств, что он влияет здесь как на желудок. То есть, если вы принимаете, пациент ваш принимает НПВП, и при этом у него есть хеликобактер пилори, в этом случае мы будем иметь больше риск ясферозить желудка. Про пищевод здесь не очень понятно. Ну и, соответственно, механизм действия здесь будет через снижение уровня простагландинов, которые защищают наш слизистый бикарбональный барьер, и из-за этого идет повреждение. Плюс большинство НПВП сами являются слабыми кислотами, то есть за счет этого мы имеем два фактора повреждения, и их нужно, конечно же, учитывать. Доказанным и сейчас ныне, ну если можно так сказать, модным фактором гастрозофагальной рефлюксной болезни является ожирение и забыток массы тела. Считается, что сейчас у нас эпидемия ожирения, и соответственно, увеличение индекса массы тела тесно связано со значительным увеличением частоты симптомов ГЭРБ. Можно заметить по пациентам, что если они снижают вес даже на 2-3 килограмма, то уменьшение симптомов им обеспечено. Поэтому с пациентом нужно, конечно, разговаривать о том, чтобы была введена в рацион, скажем так, в распорядок дня физическая нагрузка, и чтобы пациент стремился к снижению массы тела, потому что корреляция такая точно есть, и также есть корреляция с окружностью талии, с внутрижелудочным давлением и градиентом желудочно-пищеводного давления. То есть, соответственно, вот эти забросы, они будут увеличиваться из-за большого объема талии. У беременных изжога возникает в достаточно большом проценте случаев. Нельзя эту изжогу считать проявлением гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Это конкретно изжога беременных. Лечиться она может достаточно хорошо, поэтому единственное, к чему призову, наверное, в этой лекции, не оставлять таких пациенток без лечения, потому что им разрешен прием и антоцидов, в частности фосфолиогеля, и разрешен прием ингибитора протонной помпы. В нашей стране это только омепрозол, но омепрозол только не внутривенный, а пероральный можно применять им совершенно спокойно. То есть, никакого тертогенного действия не будет, человек не должен мучиться. Точнее, изжога беременных переходит в герб крайне редко, но если у пациентки была гастроэзофагальная рефлюксная болезнь до беременности, то, скорее всего, она у нее и останется. Изжога может быть как отдельная патология. Очень много вопросов по поводу продуктов и рефлюксов. Я проводила когда-то специальный, скажем так, обзор, искала различную литературу для того, чтобы понять, действительно ли продукты так сильно вызывают рефлюкс. И здесь данные, они очень разнородные. То есть, если вы будете просто, ну, что называется, гуглить или даже посмотрите в каких-то клиниках, которые пишут для людей, для пациентов, в том числе и на английском языке, вы увидите примерно вот этот список продуктов. О том, что эти продукты пациентам с герб как бы нельзя. Но мы сейчас все-таки идем к тому, чтобы не ограничивать пациентов достаточно сильно в еде, потому что это приводит к расстройству пищевого поведения. А поскольку у нас сейчас много тревожных пациентов, и мы все время балансируем между там герб, тревожным расстройством, функциональной изжогой, гиперчувствительностью пищевода, к рефлюксу, мы должны понимать, что вот эти ограничения, они усилят тревожность, и они, соответственно, возможно, увеличат нам симптомы. Нам этого точно не нужно. Поэтому список этот мы можем обсуждать с пациентами, но никогда не говорите им вообще, уберите все, никогда не ешьте и так далее. Возможно, в дебюте заболевания или при обострении заболевания стоит ограничить несколько из некоторых этих продуктов. Но смотрите, если мы пройдемся по исследованиям. Исследования, кстати, недавний, это обзор 19-го года, кофе-кола, кофе-инсодержащие напитки усиливают симптомы пациентов с ГЭРБ, у здоровых людей снижают тонус нижнего пищеводного сфинктера в сравнении с употреблением воды, у людей, чей пищевод чувствительна кислоте, употребление кофе действительно вызывает изжогу. Однако исследования не показали влияние кофе на количество эпизодов рефлюкса, общее время рефлюкса или снижение тонуса НПС. Предполагается, что на изжогу влияет метод обжарки и приготовления кофе, поэтому я своим пациентам всегда говорю, попробуйте поменять сорт, вид, обжарку кофе, это может повлиять на переносимость. Кофе без кофеина вызывает меньшее выделение кислоты в сравнении с обычным кофе, то есть можно также декофейный ровный кофе использовать. Предполагается, что на тонус нижнего пищеводного сфинктера влияет не только кофе, сколько обильная еда кофе, потому что люди пьют после еды. То есть здесь очень тоже интересный момент. Объем пищи, туда включается объем выпитой жидкости, соответственно, если этого будет много, неважно какая будет жидкость, возможно будет изжога. Соответственно, таких четких рекомендаций, что пациенты с ГЭРБ должны отказаться от кофе, нет. А с учетом того, что сейчас кофе признано напитком профилактирующего фиброз печени и вообще достаточно полезным для нас напитком, конечно же, человека не нужно полностью ограничивать, может быть, все-таки немножечко ограничить на период начала терапии. Также рекомендуется, ну или не рекомендуется, есть исследование, которое показывает, что употребление кофе или чая с добавлением молока или сахара не было связано с симптомами рефлюкса или эрозивного изофагита. Шоколад считается даже в Аптодейт провокатором ГЭРБ, то есть в системе информационной, скажем так, медицинской. Очень мало информации о возможном влиянии на самом деле шоколада на нижний пищеводный сфинтер. Одно исследование показало снижение тонуса нижнего пищеводного сфинтера после употребления шоколадного сиропа, то есть жидкости. В другом исследовании пациентов с ГЭРБ шоколад увеличивал кислотный заброс пищевод. То есть это единичные сообщения именно с точки зрения науки. Хотя, опять же, скажу, что вы увидите шоколад в тех списках, которые не рекомендуют продуктам с ГЭРБ. Что касается цитрусовых, конечно же, пациенты сразу говорят, не надо исключить лимон и апельсины и так далее. Но здесь такая интересная история. Исследование, которое проводил среди пациентов, опрос. Пациенты говорили о том, что у них повышается изжога после употребления апельсинового или гриппфруктового сока. Но исследователи обнаружили, что кислотно-чувствительные пациенты были чувствительны к апельсиновому соку, даже если паж сока был 7, то есть щелочной или нейтральный. Кислотность сока не единственный фактор, который вызывает симптомы ГЭРБ. И было также исследование, которое показало, что если пациентам таким давать воду, которая подкрашена в цвет апельсинового сока, при этом вода совершенно нейтральная, они всё равно будут чувствовать изжогу. Поэтому здесь вопрос в том, что на самом деле влияет и влияет ли этот цитрусовый сок. Но я пациентам говорю, что давайте на период обострения мы всё-таки прям цитрусовый сок исключим. Что касается острой пищи, пациенты ссылаются на неё как на провокатор изжоги, но опять же ограничена информация о том, что она реально влияет на давление нижнего пищеводного сфинктера или эзофегальный PH. В одном из исследований пациенты назвали острую пищу причиной своей изжоги, причём 88% пациентов. Лишь одно исследование показало, что лук вызывает увеличение количества эпизодов и времени кислотного рефлюкса. Но я думаю, что если вы спросите своих пациентов, они скажут о лук-чеснок, это вообще мне лучше никогда не есть, потому что у меня сразу будет изжога. Конечно, мы индивидуализируем питание, поэтому если пациенты говорят о том, что у меня это вызывает изжогу, понятно, что не нужно их этим кормить. Многие пациенты, считающие, что изжога у них провоцируется острой пищей, исключают её из питания, но не было проведено исследование, которое показало уменьшение изжоги на фоне этого отказа. То есть здесь чисто индивидуальная реакция и больше ничего. Острая пища может оказывать прямое раздражающее действие, особенно если человек ест прям вот острую пищу постоянно. И, соответственно, было обнаружено, что это имитирует классические признаки изжоги, и особенно у тех пациентов, которые чувствительны к специям. Конечно же, таких пациентов мы просим избегать, поскольку они чётко нам рассказывают, что это есть. Но жирная пища может здесь играть значение, хотя в целом ограниченных рекомендаций по жирной пище нет. Скорее всего, здесь это будет касаться того, что жирная пища и большое употребление увеличивают вес, и, соответственно, мы будем иметь здесь ожирение как фактор риска, если пациент предпочитает жирную пищу в своей диете. Мята упоминается диетическим триггером нередко для пациентов, хотя может повлиять только на небольшой процент пациентов с ГЭР. Это было продемонстрировано несколькими исследованиями, которые как раз показали физиологическую основу, где мята коррелирует с быстрым расслаблением нижнего пищеводного сфинктера. Но только у меньшинства пациентов обострялись действительно симптомы. Поэтому здесь нужно быть осторожными, но у части пациентов не будет никаких проявлений. Томаты также прям везде упоминаются как триггер для изжоги, но исследований таких нет. Обычно, опять же, в различных пабликах пишется рекомендация ограничивать выжимки из томатов, то есть это томатная паста, томатный сок, кетчуп. Здесь стоит задуматься, потому что томатная паста и кетчуп чаще всего это продукты, которые содержат не только томаты. Там могут быть различные острые составляющие, там может быть лук, чеснок. И вот всё вместе, скорее всего, будет ухудшать состояние пациента. Но будет ухудшать изжогу, это не будет значить, что у него увеличивается размер эрозии. То есть такой корреляции точно нет. Поэтому здесь чисто психологически пациенту будет лучше и легче, когда он исключит эти продукты, чтобы они не вызывали изжоги. Что важно в последних публикациях, общий подход, диетическая мишень и почему развивается симптоматика ГЭРБ. Кислые продукты, напитки могут напрямую раздражать. Карбонизация, то есть насыщение углекислотой. Здесь имеется в виду больше кола, пепси, вот такие напитки. Это повышенное вздутие желудка и через этот процесс уже, соответственно, проблемы с нижнепищеводным свинтером. Это кофе, алкоголь, шоколад, ментол, мят, острая пища. В принципе, то, что я вам и перечисляла. Также здесь имеет место макронутриенты, такие как жиры снижают тонус и углеводы в большом количестве тоже снижают тонус. Ну, то есть если через углеводы идти, скажем так, на какую-то сладкую пищу, то возможно это тоже будет влиять. Но очень важно это пищевое поведение. Оно играет большую роль, во всех исследователей это пишут, чем просто сама еда. Это поздний прием пищи, это обильная еда и это калорийное питание. Вот почему жирная пища может иметь играть роль, потому что это может быть гиперкалорийное питание. И, соответственно, резюме, которое делают исследователи, диета должна быть индивидуализирована для пациентов на основе симптомов с повторным введением продуктов и привычек, если не удается эффективно контролировать симптомы. То есть мы не убираем навсегда-навсегда, мы убираем и потом включаем. Манипуляции с размером порции, временем, общим составом микро-макронутриентов оказываются более эффективными, чем собственные эллиминационные диеты с общим упором на уменьшение размера порций, на уменьшение содержания углеводов и на уменьшение ночных приемов пищи или полное их исключение. Режим питания должен быть дополнен к общему антирефлюксному плану, мы о нем сегодня поговорим, который включает в себя еще и изменение образа жизни, а не только собственной диеты. Если говорить о гастроэзофагальной рефлюксной болезни, то это достаточно часто встречаемое заболевание и это состояние, которое развивается как раз когда рефлюкс содержимого вызывает неприятные симптомы и или осложнения. Основной момент, который мы не всегда на одном языке с пациентами говорим, это изжога. Посмотрите, вот определение научного общества гастроэнтерологов, это чувство сжения за грудиной или под ложечкой, которое распространяется снизу вверх, индивидуально возникает в положении сидя стоя, лежа и при наклонах, туловище вперед, иногда сопровождающиеся ощущением кислоты или горечи в углотке во рту, нередко связано с чувством переполнения в эпигастре, возникающей на тощак после употребления какого-либо вида твердых жидких пищевых продуктов, алкогольных, неалкогольных напитков или акта табакокурения. Достаточно длинное определение, понятно, что мы это все не проговариваем пациенту, но мы должны обязательно его спросить, что это сжение за грудиной, да, то есть важно, что оно поднимается вверх, то есть это не сжение в самом собственном желудке. Также есть определение, что это ощущение дискомфорта сжения за грудиной, это наши российские, если мы посмотрим на определение не российские, то здесь изжога описывается как ощущение сжения в за грудиной области, чаще возникающие в период между едой и после еды, и изжога считается требующим внимания, если беспокоит два и более дней в неделю. Мэйл клиник говорит о том, что это жгучие ощущения в грудной клетке, ну то есть все похожее, но опять же говорю о том, что это грудная клетка, а не область желудка. Может ли повреждающий рефлюкс быть некислым? Несмотря на некоторые противоречивые результаты, предварительные исследования на людях подтверждают результаты данных на животных, которые предполагают синергетическое повреждающее действие как желчи, так и кислоты при повреждении слизистой оболочки пищевода. То есть не нужно забывать о том, что рефлюкс может быть все-таки желчным, и этот желчный рефлюкс мы не должны лечить только ингибиторами протонной помпы. Соответственно, рефлюкс может быть физиологическим и патологическим. Патологический рефлюкс связан с симптомами или повреждением слизистой оболочки и часто возникает ночью. Вообще сонный рефлюкс это достаточно связанная история. Есть даже такое очень интересное исследование, которое сравнивало два препарата, это амепрозол и мелатонин, и показало, что мелатонин может быть в некоторых случаях так же эффективен, как амепрозол, потому что как раз есть определенная связь. Симптомы ГЭРБ могут возникать и усиливаться при нарушении сна и недосыпании, поэтому обязательно у пациента, который у вас лечится с гастроцепогальной рефлюксной болезнью, спросите, как он спит. Очень часто такой пациент вам скажет, сплю я плохо. И здесь нужно понимать, он спит плохо от рефлюкса или у него есть какие-то другие причины для бессонницы, а рефлюкс является следствием. И тогда, опять же, скорее всего, только ингибирующая терапия не поможет этому пациенту справиться с рефлюксом, он так и будет с ним мучиться. Чем меньше мы спим, тем больше у нас вероятность изжоги. Возможно, вы на себе тоже замечали, что если вы не досыпаете, если вы мало спите, то у вас больше потребность в еде и может проявляться сильнее рефлюкс, если он вам вообще знаком. У пациентов с ГЭРБ длительность сна, опять же, меньше, то есть это обратная связь. С одной стороны, сон влияет на рефлюкс, с другой, стороны, пациенты с ГЭРБ мучаются от бессонницы из-за того, что ночью у них идут забросы. Недостаток сна усиливает изжогу. В 18% пациентов с нарушением сна страдает ГЭРБ и 90% случаев рефлюксов пищевод в ночное время происходит при коротких пробуждениях, а во время самого сна рефлюкс возникает редко. То есть, опять же, обратная связь. Если пациент спит чутко, он постоянно просыпается, то в каждой его просыпании может быть еще новый эпизод рефлюкса. Об этом стоит обязательно знать. Вы все знаете, что ГЭРБ бывает эндоскопически позитивный, эндоскопически негативный. То есть, это может быть эрозивный изофагит или нерозивная рефлюксная болезнь. Классическая симптоматика ГЭРБ – это изжога, регургитация. То есть, по сути, два симптома. Про изжогу мы с вами уже поговорили. Регургитация – это ощущение потока рефлюксированного желудочного содержимого в рот или гортоноглотку. Иногда пациенты называют это кислой отрыжкой, но это не отрыжка. Это именно заброс кислого содержимого, которое чувствуется как содержимое во рту. Обычно отрыгивается кислый материал, он смешан с небольшим количеством непереваренной пищи. У пациентов с грыжей пищеводной отверстия диафрагмы это будет более выражено. Другие симптомы, очень важные. Дисфагия. Часто возникает при продолжительной изжоге, часто связанной с рефлюксизофагитом, но может говорить о структуре пищевода, и дисфагия может говорить о раке пищевода. Поэтому здесь мы должны быть очень-очень внимательными к пациенту, если пациент нам рассказывает о дисфагии. Нередко путается дисфагия с ощущением кома в горле. Нужно обязательно подробно проговорить с пациентом, что это за ком, где он беспокоит, беспокоит ли он во время еды, до еды, после еды, есть ли он вне приема в пищи, то есть затруднено ли глотание, глотание какой пищи затруднено, жидкой или твердой. И обязательно пациента с любым подозрением, с любой дисфагией, даже если вы думаете, что это ком в горле, вот этот глобус истерикус, который бывает часто у тревожных пациентов, сначала сделайте ему гастроскопию. Потом его можно отправлять к психиатрам, к лорам, к эндокринологам, кому угодно, потому что понятно, что мы подозреваем там лоропатологию, мы подозреваем какие-то изменения щитовидной железы, но все же самое опасное здесь будет это повреждение опухоль пищевода, и мы должны сначала ее исключить, а потом, пожалуйста, можем заниматься всем остальным. Адинофагия – это боль по ходу пищевода, она является необычным симптомом ГРБ, но если она присутствует, то вот как раз будет язва пищевода. Вот девушке, которая съела омегу-3, не запив, была как раз адинофагия, то есть такая боль в пищеводе. Адинофагия также характерна для пациентов, например, с кандидозом пищевода. Боли в груди, связанные с ГРБ, могут имитировать сенокардия. Если перед нами пациент соответствующего возраста, я знаю, что здесь на этой учебе очень много всегда кардиологов, я думаю, что вы меня поддержите, что если пациент соответствующего возраста, то мы должны обязательно сначала думать о сенокардии, а не о ГРБ, и, соответственно, здесь исследование, обследование пациента должно начинаться с ЭКГ, ну, возможно, с консультацией кардиолога, а потом уже делать ему гастроткопию, потому что вряд ли здесь гастроткопия будет каким-то жизнепродлевающим моментом. Очень важно исключить всё-таки сенокардию, как более опасные здесь заболевания. Но надо сказать, что при ГРБ боль может прям имитировать сенокардию. Это может быть сдавливающая, жгучая, локализующая за грудиной и даже отдающая классически в левую руку, под лопатку, в спину, шею, челюсть и так далее. Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов, она проходит спонтанно, либо есть проверка, можно принять антоцит, от антоцитов она проходит. Обычно это происходит после еды, побуждают пациентов ото сна и может усугубляться эмоциональным стрессом. Конечно, пациента ещё стоит спросить, как эта боль происходит. Она происходит, когда вы идёте и у вас физическая нагрузка, то есть это всё-таки больше в сторону сердца, или она усиливается, когда вы ложитесь. Но не все пациенты могут чётко сассоциировать боль с едой или с положением тела. У меня был пациент, наверное, в возрасте 50 лет, который стопроцентно утверждал, что у меня только после еды, это у меня гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, и у меня нет никакой боли при нагрузке. Но всё-таки что-то щёлкнуло в голове у врача, давайте не сначала кардиолог оказался, что был перенесён инфаркт миокарда, и, соответственно, боли-то была вызвана стенокардия. И такого пациента, конечно, нужно лечить совсем по-другому, нежели по методике лечения ГЭРБ. Выброс жидкости или гиперсаливация относительно необычных симптомов, при котором пациенты могут пениться изо рта, то есть могут такую пену изо рта выдавать, выделять до 10 мл слюны в минуту в ответ на рефлюкс. Вот когда пациент говорит, у меня гиперсаливация, я, надо подумать, тоже не является ли это симптом ГЭРБ, хотя это не частый симптом. Ощущение комы в горле, глобус, почти постоянное ощущение кома, независимо от глотания, которое в некоторых исследованиях связывает ГЭРБ. Однако здесь не совсем ясна роль рефлюкса, может быть, это всё-таки проявление каких-то функциональных расстройств. Тошнота при ГЭРБ – это нетипичный симптом. Если вообще все причины исключили, а там есть огроменный список того, что мы должны исключать при тошноте, то в этом случае мы можем говорить о ГЭРБ, но не часто. Соответственно, вот вы видите, что ГЭРБ проявляется не только такой симптоматикой, надо ещё помнить монреальскую классификацию ГЭРБ, где есть внепищеводные синдромы. Мы сейчас про ним быстренько пройдёмся, у меня есть отдельные слайды, чтобы не на этой табличке, но в принципе вы можете монреальскую классификацию вот эту найти, и там вы увидите все внепищеводные синдромы, соответственно, самое частое – это кашля и так далее. И, соответственно, если мы говорим о клинической картине ГЭРБ, то вот эти проявления у нас есть, плюс внепищеводные, пройдёмся немножко по внепищеводным. Это орофарингеальная симптоматика. Здесь может пациент жаловаться на различные проблемы лорорганов, и здесь нам нужен, конечно, под рукой очень хороший лор, который нам поможет отдифференцировать, это действительно симптоматика, связанная с рефлюксом, или это симптоматика, связанная с какими-то лоропроблемами. И такие пациенты у нас прямо сейчас часто очень имеются. Кроме того, сейчас очень грамотные стали стоматологи, они молодцы. Пациенты, которые бесконечно ходят к ним с различными кариесами или с периодонтитами, они отправляют к гастроэнтерологу, потому что понимают, что это тоже может быть эффектом от длительного рефлюкса кислотного в частности. Также ларингологическая симптоматика – это ларингиты, это стенозы, это даже атиты и риниты. Риниты, кстати, нередко бывают, поговорите с пациентами, и такие пациенты вам скажут о том, что после еды у него как будто бы течет из носа, то есть это тоже может быть проявлением, ну если не аллергической реакции, то как раз гастроэзофагального рефлюкса. Это бронхолёгочная симптоматика, наверное, с ней все знакомы больше всего, и чаще всего мы встречаем пароксисмальный кашель, хотя надо не забывать о бронхиальной астме, остальные истории, конечно, бывают реже. Но пароксисмальные ночные апноэмы, сейчас много о них говорим, это тоже проявление гастроэзофагального рефлюкса, опасное для жизни, соответственно, нужно с этим тоже обязательно разбираться. Также это кардиальная симптоматика, мы уже поговорили, и из непищеводных симптомов неочевидных – это холитоз, неприятный запах изо рта, несмотря на то, что принято его считать проявлением все-таки стоматологических проблем и отоларингологических, надо не забывать, что длительный рефлюкс может тоже быть причиной холитоза, особенно при грыже пищеводного отверстия, иногда еще при дивертикулах. Нужно об этом тоже помнить, икота, и иногда боль в спине, имитирующая заболевание позвоночника. Иногда пациент не идентифицирует эту сжогу или боль за грудиной, как именно боль за грудиной, он говорит о том, что у меня болит в спине, и нужно тоже рассматривать очень грамотно и подробно собирать анамнез, что возможно это проявление рефлюкса. Опять же, возвращаясь немножечко к Леонскому консенсусу, если вы его читали, он достаточно такой необычный документ, а там эксперты во всем сомневаются. И они здесь тоже говорят о том, что клиническая картина, как они считают, не имеет высокой чувствительности и специфичности для объективизации ГЭРБ, но на практике мы часто диагностируем и лечим ГЭРБ, основываясь на симптомах, потому что это прагматично и это одобрено социальных позиций. Вот такая интересная формулировка жизненная, мне она очень нравится, потому что действительно мы не всем пациентам можем провести все обследование, которое нужно провести. Мы сейчас до обследования все-таки дойдем. Осложнения ГЭРБ могут быть самые различные, и они могут быть даже у тех пациентов, у которых не было типичных симптомов, которые никогда не обращались. Очень типичная история это пищевод Боретта. То есть чаще всего пищевод Боретта мы видим у пациента, который никогда не обращался. То есть когда человек приходит вот с ГЭРБ и говорит, я боюсь пищевода Боретта, лечите меня, лечите. Конечно же мы лечим. Но вот на моей практике все-таки очень много лет работаю, и я никогда не видела, чтобы у пациента ГЭРБ прям перешла в пищевод Боретта, чтобы он у меня наблюдался много лет и вдруг пришел с пищеводом Боретта. Может быть, потому что мы его лечим. Но чаще всего пищевод Боретта это уже такая эндоскопическая находка. Он пришел, и вот он у него уже есть. То есть все-таки кишечная метаплазия. Это может быть структура пищевода. На пустом месте, конечно, тоже не образуется. Хотя образуется кольцо шацкого не на пустом месте, а на фоне как раз, может быть, длительного рефлюкса, когда пациент не лечился, когда пациент лечился время от времени. У него был такой пациент достаточно интересный, который пролечился в России, затем он уехал в Германию, у него там началась изжога, он обратился там за помощью, ему сделали гастроскопию, поставили ему там рефлюкс степень Б, назначили ему амипрозол 20 мг на 4 недели. Он их пропил и все перестал пить. Какое-то время он находился еще в Германии, и там ко мне он приехал уже, не знаю, может быть, через полгода. Приехал он и обратился с нарушением глотания. Пациенту было около 60 лет. То есть ощущение дисфагии, когда я знаю, что у него был анамнез рефлюкса, это очень такая серьезная история, и был определенный страх, что, наверное, у него там что-то уже в пищеводе выросло. Мы бегом побежали на гастроскопию, благо, что он был на голодный желудок. И вот у него оказалось кольцо шацкого. Кольцо шацкого – это стянутое немножко кольцо, еще не структура пищевода, которое связано тоже с длительными воспалениями и с перенесенными гастрофагальными, гастрофагальной рефлюксной болезнью, эзофагитами, которые более глубокие. А, извините, у него С был эзофагит. Соответственно, лечение ингибиторами протонной помпы здесь тоже может помогать. И через месяц правильного лечения у него симптоматика прошла. Ну, слава богу, что дисфагия не была вызвана ничем более таким сложным. Также это аденокарцином пищевода, который тоже на пустом месте может возникнуть, то есть без предшествующих симптомов. Ну и в ней пищеводные, таларингиты, бронхиальная астма – это тоже те осложнения, которые могут возникнуть без предварительных симптомов ГРМ. Поэтому нам нужно обязательно смотреть на симптомы тревоги. Это начало каких-то симптомов у пациента больше 60 лет, это признаки желудочно-кишечного кровотечения, это железодефицитная анемия, это анорексия, необъяснимая потеря веса, дисфагия, динафагия, постоянная рвота и рак желудочно-кишечного тракта у родственников. Это красные флаги, которые в принципе актуальны для любой патологии желудочно-кишечного тракта, но в частности для пищевода в том числе. Борет. Опять же, пациентка недавно у меня очень была беспокоенная, женщина, достаточно молодая, что ей там поставили пищевод Боретта. Мы ей переделали гастроскопию, сделали мы ей гистологию, не нашли никакой кишечной трактозии. Почему я засомневалась сразу же в том, что у нее есть пищевод Боретта? Потому что все-таки мы всегда должны смотреть на статистику. Пищевод Боретта – это чаще всего мужчины 50 лет. Да, они могут быть моложе, но все-таки у мужчины это прям вот предпролагающий фактор. Может быть, женщина, но редко. Продолжительность герб должна быть достаточно длительная. Опять же, пациент может не жаловаться. Белая раса, американцы пишут, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, ожирение, ночной рефлюкс, употребление табака и родственник первой степени ротства с пищеводом Боретта или аденокарциномой. Обязательно мы должны таких пациентов обследовать, наблюдать. И есть определенные графики наблюдения с пищеводом Боретта. Если мы говорим о воздействии кислоты, то пациенты предрасположены к рефлюксу едкого желудочного содержимого, чаще без настораживающих симптомов пищевод, способность которого к самозащите нарушена из-за дефектных механизмов клиренса и пониженной секреции факторов роста. То есть это одно из патогенезов развития пищевода Боретта. Не хочу, чтобы вы пугали нейтрозосоединениями пациентов. Пожалуйста, не отнимайте у них зеленые листовые овощи. Это одно из исследований, которые показывают, что, возможно, это тоже влияет на формирование пищевода Боретта. Но вряд ли это прямо для всех пациентов характерно. И также надо не забывать, что желудочные кислоты могут иметь потенциальную роль в плане канцерогенеза при пищеводе Боретта. То есть тоже мы должны думать о том, лечим ли мы рефлюкс желудочный кислот при различных наших рефлюксных делах, рефлюксных заболеваниях. Наши рекомендации 2020 года достаточно неплохие. Клинические рекомендации РГА по диагностике лечения ГЭРБ дают нам прям пошаговые пункты, что мы должны делать, чтобы диагностировать гастроэзофагальный рефлюкс. У нас на первом месте стоит гастроэскопия, но не обязательно прям именно гастроэскопия, но тем не менее порядок такой. Гастроэскопия делается для того, чтобы исключить пищевод Боретта, аденокарцинома пищевода и также эзинофильный эзофагит, еще одно состояние, которое мы не так часто диагностируем, потому что, возможно, не знаем, не видим и так далее. Также внутрепищеводная суточная пашметрия и импедансиметрия, пищеводная монометрия высокого разрешения. В некоторых случаях нам нужен рентген пищевода и желудка, УЗИ, ЭКГ, специалиста, другие. Это уже дополнительные методы исследования. Существует лос-анджелесская классификация. Я в этой презентации взяла слайды нашего ведущего эндоскописта Екатерины Валерьевны Тихомировой. Вот эти вот прям 4-5 слайдов со степенями, покажу вам их. Степеня – это одно или несколько ограниченных повреждений слизистой оболочки пищевода, не более 5 мм длиной, расположенных на вершинах складок пищевода, без распространения на межскладочные пространства. Почему нам важно знать степень? Часто нам пишут эрозивный эзофагит, эндоскописты. Так не должны они, конечно, писать, и нам должны писать степень, потому что от того, какая степень, зависит наша тактика лечения, зависит длительность терапии, зависит дозы. То есть мы должны обязательно у нашего эндоскописта прямо вытащить эту степень. Ну, в принципе, по размерам мы тоже можем немножечко предположить, если размеры написаны, они должны быть написаны. Степень В – это одно или несколько отграниченных повреждений слизистой оболочки пищевода, более 5 мм длиной, расположенных на вершинах складок пищевода, без распространения на межскладочные пространства. То есть разница в том, что здесь пищевода не более 5, здесь более 5. Степень С – это повреждения слизистой оболочки, распространяющиеся на межскладочные пространства двух или большего числа складок пищевода, но занимающие в сумме менее 75% окружности. Соответственно, здесь похожие, только уже процент окружности с 75 до 100. То есть это достаточно глубокая, большая степень повреждений. Если же мы говорим о неэрозивной рефлюксной болезни, то вроде бы как мы ее никак не описывали раньше, то есть неэрозивная рефлюксная болезнь – это отсутствие каких-то изменений. Но есть дополнение классификации Лос-Анджелесской, которая является японской модификацией. И здесь есть еще степень М. Мы в клинике ставим эту степень, наши эндоскописты ставят, чтобы понимать, что все-таки там есть повреждения пищевода, но оно неэрозивное. То есть там нет именно эрозии в пищеводе, но есть определенные признаки, которые здесь описаны. То есть если вы видите степень М, значит, что это минимальные изменения, это тоже проявление гастрософагальной рефлюксной болезни. Гастроскопия, согласно Лионскому консенсусу, что имеет под собой, какая цель у нее, это подтверждение ГЕРБ и в частности ее осложнений, а также возможны альтернативные диагнозы, которые могут потребовать изменений в терапии. То есть вот для этого нам нужна гастроскопия, потому что может быть там и не гастрософагальный рефлюкс, и не эзофагит, и что-то другое. Наличие эзофагита С и Д, пищевод Боретта или стритур пищевода, это стопроцентное доказательство того, что у пациента есть ГЕРБ. А вот если эзофагит у нас А, то здесь возникает вопрос, потому что некоторые исследования говорят, что может быть это неспецифические изменения, это как вариант нормы. Что мы делаем на практике? Он приходит к пациенту, у которого есть изжога, мы делаем ему гастроскопию, и у него эзофагит А. Мы обсуждаем возможность лечения, потому что, конечно, нашим, скажем так, российским пациентам остаться совсем без таблетки достаточно тяжело психологически. Поэтому мы этого пациента действительно лечим, почему бы и нет, но объясняем, что в принципе этот эзофагит А не несет для вас никакого риска, и если бы у вас не было совсем никаких симптомов, мы бы могли это и не лечить. Соответственно, Б мы обязательно, конечно же, лечим, С лечим, Д лечим, ну то есть мы в принципе все лечим. Просто А – это вот такая промежуточная история, и может быть это даже просто вариант таких неспецифических изменений. Если же мы планируем какие-то антирефлюксные хирургические вмешательства, то помимо гастроскопии мы должны проводить еще другие исследования, в частности пашметрию. Пашметрия хорошо бы, если бы у нас была возможность сделать ее прямо всем в самом начале, но такой возможности, вы понимаете, нет. Чаще всего мы ее используем когда? Мы ее используем, если у нас есть рефракторная герб, то есть у нас нет эффекта от лечения того, что мы назначили по результатам гастроскопии, или мы даже, может быть, назначили эмпирически, мы лечим-лечим, у пациента нет никакого результата. Также это пациенты с доказанной герб, изофагиты C и D, или длинный сегмент пищевода Боретта, или исходно-аномальная пашметрия. Их желательно исследовать на пашметрии, на дозе ингибиторопротонной помпе и даже на удвоенной, для того, чтобы понять, какова эффективность этой терапии и установить корреляцию между собственной симптоматикой и эпизодами рефлюксов. То есть, условно, попадаем ли мы в своей терапии туда, куда мы должны попасть. То есть, насколько мы вообще эффективны, допустим, в лечении пищевода Боретта. Это очень важный момент. Также анализ требует пашемпеданса, потому что нам нужно понимание не только кислого рефлюкса, но также и слабокислых рефлюксов. Потому что у части пациентов слабокислые рефлюксы дают даже большую симптоматику, чем кислые. И было одно интересное исследование, которое показало, что когда герб у пациента обусловлено слабокислым рефлюксом, а мы назначаем ингибитор протонной помпы, подавляя кислоту, мы тем самым еще увеличиваем симптомы, потому что слабокислый рефлюкс, что называется, поднимает голову. Ну и также, конечно, мы считаем здесь желчные рефлюксы, что нам тоже важно, насколько их много и насколько они нам здесь мешают. Монометрия пищевода высокого разрешения. Здесь у нас есть подробные рекомендации по поводу этого метода. Здесь происходит оценка перистальтики и выявления основных двигательных расстройств до антирефлюксного хирургического вмешательства или в случае отсутствия ослабления симптомов на фоне ИПП-терапии. То есть одно исследование, которое рекомендуется проводить вот при таких показаниях. Это наши клинические рекомендации, сайт РГА, 20-й, извините, если не вру, 20-й, по-моему, год. Соответственно, это пациенты, у которых есть дисфагия, это пациенты, у которых есть боль в грудной клетке некардиогенного происхождения. Цели вы видите здесь написано, разрешите, я не буду все прочитывать, но это вот прям копипаст из этих рекомендаций, можно открыть и посмотреть. Это обследование пациентов с гастроэзофагальной рефлюксной болезни, в том числе определение уровня давления НПС перед проведением ПАШ-импедансометрии. Это предоперационное обследование больных гастроэзофагальным рефлюксом. Оценка эффективности хирургического лечения, особенно если мы, допустим, махалазикардии лечим. Это определение степени нарушения двигательной функции пищевода у больных системными заболеваниями. Только что была пациентка с системной склеродермией, ей обязательно делается пашметрия, ой, извините, не пашметрия, а монометрия высокого разрешения. Она входит в рекомендации при обследовании этих пациентов. Это отрыжка. Если она длительная, мучительная, мы не можем здесь справиться. Это синдром руминации. Собственно, по эзофагиту. Эзофагит у нас тоже есть неплохие клинические рекомендации. Коллеги, я сначала включила сюда много слайдов, потом просто часть выкинула. Если вдруг у нас будет какая-то возможность встретиться еще раз, и вы захотите встретиться с меня послушать еще раз, то можно эту тему развернуть. Здесь я ее несколько укороченно включила. Но вы можете ее также почитать в наших рекомендациях лечения инфекционного эзофагита. Тоже видите, 20-го года, здесь ссылки оставляю. Это все очень доступно. Если говорить в целом об эзофагитах, то есть уже мы говорим не отдельно о ГЭРП, а мы говорим, собственно, о повреждении слизистой пищевода. Да, одна из причин – это ГЭРП, но есть другие причины. Есть причины – это эзенофильный эзофагит и есть инфекционный эзофагит. Я хочу вам привести здесь случай нашего пациента, который был у нас в клинике. Пациент 32 года. Он пришел ко мне на прием, рассказывал про эпизоды затруднения прохождения пищи, как будто подавился едой. Чаще такая реакция у него возникала при употреблении риса, яблока. Симптомы возникают эпизодически, без каких-либо предпосылов. Впервые подобный эпизод произошел 10 лет назад до обращения. У него тогда произошло застревание куска мяса, и его удалили эндоскопическим методом. И в течение этих 10 лет он особо сильно не обращался, когда у него возникали какие-то неприятные ощущения. Он просто выпивал воду или вызывал рвоту, но в целом он старался просто не есть те продукты, которые вызывают у него эту симптоматику. Когда я его стала расспрашивать более подробно, он сказал о том, что у него бывает отечность ледистой носа после употребления гречневой кашей и бобовых. То есть я его расспрашивала на предмет, есть ли вообще реакция на другую еду. Он мне рассказал вот такую реакцию. С собой у него был только общий анализ крови. Общий анализ крови был без каких-либо особенностей. Абсолютное количество зенофилов 0,13. То есть норма, биохимия без отклонений. И общий многоболиньем он с собой принес 184. Норма, вы знаете, до 100. То есть чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть он у него был повыше. Мы сделали здесь ему гастроскопию у нас сразу же. Я сейчас вам включу голос нашей Екатерины Валерьевны. Здесь есть видео. Она вам быстренько расскажет, что мы здесь увидели. В данном клиническом наблюдении, уважаемые коллеги, мы видим пищевод. В просвете пищевода нету жидкости, которую мы наблюдали в предыдущем исследовании. В данном случае просвет пищевода не деформирован, не расширен. В максимальных отделах хорошо расправляется при инсуфляции. Стенки его эластичны. Перистальтика прослеживается во всех отделах. Здесь эта оболочка отечная, с наличием продольных борозд во всех отделах пищевода. Незначительного количества эксудата на поверхности в нижней трети, в области пищеводов. Извините, почему-то не идет видео, а идет только голос. Я прошу прощения, сейчас попробую включить. Вроде проверяла, но очень жаль, он почему-то не крутится у нас. В данном клиническом наблюдении, уважаемые коллеги, мы видим пищевод. В просвете пищевода нету жидкости, которую мы наблюдали в предыдущем исследовании. В данном случае просвет пищевода не деформирован, не расширен и в максимальных отделах хорошо расправляется при инсуфляции. Стенки его эластичны. Перистальтика прослеживается во всех отделах. Слизистая оболочка отечная, с наличием продольных борозд во всех отделах пищевода. Незначительного количества эксудата на поверхности в нижней трети. В области пищеводно-желудочного перехода, расположенного на 39 см от рисов, определяется относительное сужение просвета диаметром до 10 мм свободного проходимого эндоскопа диаметром 9,2 мм. Да, почему-то не включилось видео, но я думаю, что по описанию, по тому, что она рассказывала, было понятно, что там увидели и картинка была, да, то есть была просто фотография. Вот смотрите, здесь наше заключение. Здесь заключение только по пищеводу, потому что заключение очень большое. Слизистая оболочка незначительно отечная, с наличием продольных борозд во всех отделах пищевода, незначительного количества эксудата на поверхности в нижней трети, и в области пищеводно-желудочного перехода определяется относительное сужение просвета диаметром до 10 мм. Выполнила биопсия из пищевода, и врач-эндоскопист, которая достаточно большой опыт имеет в осмотре и в насмотренности, скажем так, пациентов с эзенофильным эзофагитом, я здесь не буду делать из этого загадку, хотя когда очень лекции провожу, мы обычно тут стараемся диагноз провести, но тем не менее у нас не так много времени. Здесь она уже пишет, что есть эндоскопическая картина эзенофильного эзофагита с относительным сужением в абдоминальном отделе пищевода, проходимым для аппарата, и пишет здесь ту классификацию, которая характерна для эзенофильного эзофагита. И что нам пишет гистолог в ответе? Он пишет, что здесь имеется выраженная эзенофильная инфильтрация более 15 интраэпитериальных эзенофилов с формированием микроабцессов. Как раз вот этот вот критерий и является критерием эзенофильного эзофагита. Буквально чуть-чуть экскурсия в эту историю, это хроническое иммунопосредованное заболевание пищевода, которое характеризуется симптомами эзофагиальной дисфункции и выраженной эзенофильной инфильтрацией слизистой оболочки органа. Формирование имеет значение патогенез в виде трех групп факторов. Это воздействие воздушных и пищевых аллергенов, это генетическая предрасположенность активация Т-хелпера второго типа. Причинами возникновения являются аллергены внешней среды, которые, попадая на слизистую оболочку пищевода, инициируют развитие иммуновоспалительного процесса. Чаще всего у таких пациентов есть другие атопии, это бронхиальная астма, аллергический ренит, экзема. Видите, что у пациента вероятно есть аллергический ренит, который он тоже никак не наблюдает, поэтому мы этого пациента еще параллельно с аллергологом ведем. Для 86% взрослых и 93% детей аллергические заболевания на момент обращения имеются, но если они даже не обращаются, то они отмечают такие заболевания в анамнезе, что свидетельствует о том, что у зенофильного эзофагита атопический характер. Эти аллергены являются пусковым фактором заболевания, в основе же патогенеза лежит все-таки генетически детерминированная патология иммунного ответа. И часто заболевания носят семейный характер. Есть связь эзенофильного эзофагита и ГЕРБ, потому что ГЕРБ может служить дополнительным фактором в патогенезе этого заболевания, способствуя более глубокому проникновению антигена через поврежденную кислотно-пептическим рефлюктатом слизистую оболочку. То есть, соответственно, если у этого пациента есть ГЕРБ, то проявления эзенофильного эзофагита у него будут еще более выражены. И наличие кислотного рефлюкса усиливает эзенофильную инфильтрацию. То есть, здесь такие взаимопроникающие заболевания. Соответственно, пациенты с эзенофильным эзофагитом будут получать определенный профит плюс от именно антисекреторной терапии. Собственно, мы их так и лечим, потому что это будет приводить к клиническому улучшению и уменьшению степени эзенофильной инфильтрации слизистой оболочки пищевода, а также, собственно, к лечению ГЕРБ, который может здесь сопутствовать. Заболеваемость имеет тенденцию к росту. Это я к тому, чтобы вы не считали, что вы такого пациента не встретите. Наоборот, такого пациента встретить очень даже можно. И это заболевание не только детей. Сейчас оно расширяется по количеству. И зависит, конечно же, от того, насколько врач о нем знает, насколько он может его заподозрить и от насмотренности эндоскописта, потому что эндоскопист тоже должен его увидеть. Понятно, что нужно соответствующее оборудование, но нужно еще, конечно, глаза эндоскописта. Может возникать заболевание в любом возрасте. В большинство новых случаев у детей и подростков лиц младше 50 лет. Мужской пол является фактором риска. Обычно это пациенты от 30 до 50 лет. Вот, в принципе, этот пациент и есть как раз представители. Типичный пациент – молодой мужчина. Дисфагия может возникать остро или беспокоить пациента постоянно. Вот это вклинение пищи достаточно характерно. Это называется абтурационная дисфагия. И если пациенту хоть раз такое пришлось делать, то есть вытаскивать словно кусок мяса из пищевода с помощью эндоскопа, то про такого пациента нужно задуматься, а нет ли у него эзенофильного эзофагита. Также пациент чаще всего избирательно подходит к пище. Вы видите, этот пациент избегает некоторой еды, запивает или даже вызывает рвоту, длительно пережевывает пищу, старается ее запивать. Это прямо характерная история. То есть вот это, чтобы вы понимали, из клинических рекомендаций. А вот то, что я вам показывала три слайда назад, что я спрашивала у пациента, это прямо он мне рассказывал. То есть он полностью соответствует той картинке, которая написана в клинических рекомендациях, только классический, я бы сказала, пациент. Диагностируем мы методом эзофагогастродоноскопии с обязательной биопсией. И критерий биопсии – это количество эзенофилов больше 15. В периферической крови эзенофилия может наблюдаться, вы видите, что процент 30-80, но этот пациент не попал в этот процент. И увеличение общего уровня иммуноглобулина Е в сыворотке крови может быть, но также не у всех пациентов. Поэтому это не может быть четким критерием, это может быть очень, может не быть. То есть мы должны собрать анамнез, должны поговорить с ним об аллергических реакциях, о сопутствующих заболеваниях и правильно провести гастростопию и, соответственно, гистологическое исследование. По инфекционному эзофагиту еще расскажу о том, что постараюсь достаточно коротко. Есть у нас еще время, да, я уточню у организаторов, чтобы я просто понимала, надо ли мне говорить еще в три раза быстрее или не надо. Так, я тут одна. Или еще кто-то есть? Так, ладно, продолжаем. Значит, инфекционный эзофагит – это третья по частоте причина развития эзофагита после гастроэзофагальной рефлюксной болезни и зенофильного эзофагита. Самое частое – это, конечно, кандида. И чуть-чуть о кандиде как раз и поговорим. Более редко, не такое частое – это вирус простого герпеса, это мегаловирус. И, в общем, на самом деле мы это, наверное, в практике и редко видим. Но кандидоз мы, конечно же, видим. Для инфекционного эзофагита, в частности, для кандидоза характерна одинофагия. Это интенсивная боль при прохождении пищи по пищеводу. То есть не просто боль всегда, а именно когда пища идет по пищеводу. И причиной одинофагии является эрозивно-язвенное поражение. То есть если там глубокое повреждение, то будет прямо болеть за грудиной. Острый эзофагит также может быть частым проявлением инфекционного эзофагита. Жгучая боль за грудиной может быть. Возможно, проявление изжоги. Об этом надо не забывать. Дискомфорт, тошнота, рвота, не приносящая облегчения. Если пациента прям сильно расспросить, то, может быть, у него был субфибрилитет, а может, его и не было. Потеря веса может быть как следствие ограничения в еде. Это тоже нужно пациенту обязательно спросить, потому что из-за одинофагии они начинают меньше есть. В некоторых случаях может быть болезнь на фипегастральной области, но это очень неспецифично, потому что все-таки повреждается пищевод, а не желудок. Кандидозный эзофагит, соответственно, вызывается кандидоальбиканс. Хорошо было бы определять конкретный вид кандида, потому что виды другие не будут восприимчивы к нашей фармакотерапии, но на практике не всегда мы это делаем, поэтому нужно понимать, что мы лечим чаще эмпирически. То есть мы видим грибковое поражение, мы подразумеваем, что там кандидоальбиканс, и, соответственно, лечим флуконозом. Наиболее часто, конечно же, риск кандидозного эзофагита у пациентов ВИЧ-инфицированных. И связь есть прямая, потому что показано, что при назначении интерретровирусной терапии распространенность кандидозного эзофагита снижается. Поэтому здесь есть прямая связь. Риски кандидозного эзофагита повышаются при применении различных препаратов. Антибиотики вы все, конечно же, знаете, системные кортикостероиды. Тоже нужно не забывать, что при приеме длительным кислотоподавляющих препаратов тоже будет такое же значение. Поэтому почему нам важно знать о кандидозном эзофагите и, в принципе, о заболевании, которое может мимикрировать под ГЭРБ, быть похожим на ГЭРБ. Потому что длительное лечение такого заболевания гипитрием протонной помпы и блокаторами H2, ну мы не так часто их применяем, но у некоторых пациентов, может усугублять проявление кандидозного эзофагита. И мы будем ухудшать состояние пациента. Если мы, допустим, не сделали гастроскопию или гастроскопия была сделана как-то не очень качественно. То есть это тоже нужно держать в голове. Также алкоголь может провоцировать кандидозный эзофагит. Ну и факторами риска с наиболее устойчивой ассоциацией являются все-таки антибиотики, кортикостероиды и злокачественные на образовании. Это тоже нужно иметь в виду. Мы, например, у пациентов с раком желудка видим кандидозы пищевода. Лекарства, которые я перечислила, могут предрасполагать пациента кандидозному эзофагиту. За счет чего? За счет того, что вызывает гипохлоргидрию. И за счет этого кандида начинает легче колонизировать слизистую. Вот неплохая табличка, которая как раз дает нам понимание, что влияет. Вы видите, что вот PPI это и ПП, что не так много исследований, которые говорят о том, что PPI виноват. Антибиотики много где виноваты, стероиды тоже, диабет может быть в меньшей степени, рак и употребление алкоголя в большом количестве. CDC, это организация профилактики инфекционных заболеваний, говорит о том, что еще ношение зубных протезов. Не забывайте, пожалуйста, об этом, коллеги. Иногда, если очень четко у пациентов собирать анамнез, то мы увидим следующую картину. Пациент вроде бы молодой, нет у него никакого ВИЧ, нет у него никакого иммунодефицита. И вдруг у него кандидоз пищевода. Начинаешь его спрашивать подробно, он говорит, а знаете, у меня вот было недавно антибиотикотерапия. Почему у вас была антибиотикотерапия картка временная, там, 5 дней? А потому что у меня были длительные манипуляции в полости рта, я делала импланты, я там ходил 100-500 раз к стоматологу по этому, по этому, по этому поводу. То есть было очень много манипуляций. Несмотря на то, что это не описано как четкий фактор, все-таки, вероятно, такой прям контакт бесконечный с ротовой полостью плюс назначение антибиотиков имеет свою роль в том, что развивается кандидоз или полости рта, или пищевода, или все вместе, или что-то по отдельности. Соответственно, также прием лекарств, которые вызывают сухость во рту, курение, антибиотики, кортикостероиды, ну, все, что мы с вами перечислили. По нашим рекомендациям обязательно взятие биопсии при проведении гастроскопии, но недавно мы делали внутреннюю нашу конференцию по этому поводу, и, в общем-то, пришли к выводу, что это делать не обязательно, на самом деле, потому что многие рекомендации иностранные нам говорят о том, что можно при хорошем, скажем так, при хорошем проведении эндоскопии, мы можем эндоскопически определить, что это кандидозный изофагит, мы не нуждаемся в его подтверждении, можем назначить лечение. Не забывайте только вот картинки красивые, это мне картинки подарила тоже прекрасный эндоскопист из Санкт-Петербурга Катерина Валерьяна Голубева. Не забывайте, что лечить кандидозный изофагит нужно долго, то есть назначать фуконозол на 2-3 дня, это совершенно бесполезная история, то есть лечение и по нашим клиническим рекомендациям это 14-21 день, обязательно посмотрите дозы, дозы там тоже большие, то есть не меньше 200 мг в сутки, то есть терапия должна быть подобрана правильно, иначе мы получим в результате рецидив или недолеченного пациента. Из других инфекционных изофагитов это вирус простого герпеса, это ацетомигаловирус, туберкулезный изофагит, опять же все подробно в этих клинических рекомендациях, буквально только картинки покажу, это фото с сайта, вирус простого герпеса изофагита, ЦМВ изофагит, насколько красиво он выглядит, ну и непосредственно к целям лечения. По целям лечения герп, я думаю, что все достаточно известно вам, я какие-то моменты только подчеркну. С учетом того, что я вначале сказала, что влияет на герп, нам нужно желательно не просто подавить кислоту, а нам нужно уменьшить выраженность рефлюкса, снизить агрессивные свойства рефлюктата, улучшить пищеводный клинис и защитить слизистую пищевода. Если бы это было так легко, мы бы вылечивали очень быстро герп в 100% случаев, но это не так легко. Нам нужно обязательно назначить терапию правильную и назначить терапию надолго. Чем мы с вами занимаемся? Это режим диетической рекомендации и это часть препаратов. Вот это все написано в нашей клинической рекомендации. Я здесь сейчас не упоминаю все там мировые клинические рекомендации, потому что просто невозможно, но это то, почему мы должны работать. Все-таки мы живем в России, мы работаем по этим рекомендациям. И про диету я отдельно говорить не буду, потому что мы с вами еду прям подробнейшим образом разобрали. Я вам скажу про рекомендации. Поднятие головного конца кровати у пациентов с ночными симптомами достаточно эффективно. Что мы здесь можем делать? То есть, когда были проведены исследования, они показали, что чтобы мы там не придумывали еду, там еще что-то, основное – это поднятие головного конца кровати и изменение веса пациента. Вот это два основных фактора, на которые мы должны давить, что называется, и они будут работать. Проб по поводу именно положения подушки. Смотрите, вот я пока вам говорю, я здесь включу, тоже у меня включено видео. Это прямо демонстрация вот этой вот подушки клиновидной. Видите, как она выглядит? Здесь высота ее, по-моему, 12 или 15 сантиметров. Это достаточно большая высота. Не всем пациентам она удобна. Я разговариваю часто с пациентами из-за того, что если вы посмотрите, сейчас видео там немножко сдвинется, она заканчивается где-то вот на середине, получается, да, и у некоторых есть боли в пояснице из-за вот такого загиба этой подушки. Но здесь можно что-то придумать, чтобы был более ровный ее уход в сторону кровати. Видите, что она не является, собственно, подушкой, она является продолжением кровати, и она удобна именно тем, и важна тем, что вот нарисовано на этой картинке, да, что нету затека жидкости в течение ночи. Жидкость самой разного содержания, то есть это и желчные кислоты, и кислота, и объем, да, просто жидкости, и не раздражает она пищевод. Для этого и нужна клиновидная подушка. Как вариант, еще есть вот такая вот подушка, которая держит пациента на левом боку, потому что, опять же, были исследования, которые показали, что на левом пациент с гастроэзофагальным рефлюксом имеют больше пользы, если они спят на левом боку. То есть вот американцы придумали такую подушку, которая вообще не дает возможности повернуться. Соответственно, пациент мало того, что спит, вы видите, на повышенной поверхности, это разные девайсы, он еще и спит вот так вот, обхватив ногами эту подушку. Также можно приобрести, конечно, кровать, это более дорогая история, но тоже подъем кровати возможен. Я пациентам вообще советую сделать по-простому, то есть дешево сердито, под ножки кровати, под головной конец, подложить какое-то возвышение, там буквально кирпич 10-12 см, попробовать спать так. Если удобно, то потом уже решать вопрос с кленовидной подушкой. Но это реально очень работающая вещь, поэтому рекомендуйте пациентам кленовидную подушку. Дальше мы идем на антоциды. А антоциды раньше, когда-то в стародавние времена по генвальскому консенсусу принимались как препараты для начала терапии. Сейчас мы такого не делаем, то есть сейчас мы сразу назначаем ингибиторопротонные помпы. Антоциды могут быть вспомогательными совершенно препаратами. Цели их снижения кислотно-протолитической агрессии желудочного сока, и не только. Они в том числе могут снижать агрессию желудочных кислот, поэтому они здесь нам могут очень помогать. Очень важно не принимать антоциды до еды. Это совершенно бесполезная история, потому что антоциды смываются едой, и они должны приниматься после еды, а не действуют на постпрандиальную кислотность, на этот пик кислотности, который есть после еды. Также они могут приниматься на ночь, особенно учитывая то, что ночью у людей рефлюкс, люди не спят, забросы идут и так далее. Механизм действия антоцидов достаточно разнообразный. Они нейтрализуют желудочную кислоту, уменьшают доставку кислоты в двеносперстную кишку. Гидроксиды алюминия могут связывать факторы роскоусиливать, связываясь с язвами, возможно, обеспечивая доставку факторов роско-поврежденной слизистой оболочки. О чём это говорит? Я понимаю, что вы всю информацию запомнить не можете, но помните, мы с вами говорили о том, что важность сосудистых нарушений в слизистой тоже имеет место быть. Так вот здесь мы можем говорить о том, что какая-то заживляющая активность, вероятно, тоже здесь есть. И в третий пункт антоциды способствуют ангиогенезу в поврежденной слизистой оболочке, то есть они как будто бы восстанавливают сосуды. Это, между прочим, всё американцы пишут в 2022 году. Антоциды связывают с желчной кислотой, ингибируют пептическую активность, то есть вот когда мы говорим о том, что повреждающим действием обладает пепсин, мы здесь можем говорить о том, что антоциды могут нам очень сильно в этом помогать. Не уничтожают хеликобактер пёри, но мне кажется, это очевидно, но они ещё здесь это подчеркнули. Скорость наступления эффекта определяется скоростью растворения препарата буферной активностью, поэтому ещё суспензии растворяются быстрее, соответственно, они более эффективны. И препарат, который принят не до еды, а после еды, через час, он дольше задерживается в желудке, соответственно, мы получим от него больше продолжительный эффект. Это очень важный момент. Не забывайте, что антоциды бывают всасывающие и не всасывающиеся. Всасывающиеся антоциды быстро дают эффект, но у них короткое продолжительное действие, и они имеют синдром рикошета. То есть они будут давать впоследствии ещё большее повышение кислоты, чего нам не нужно совершенно. Формируется так называемый порочный круг. Конечно же, наши пациенты применяют самый известный всасывающийся антоцид – это соду. Коллеги, хочу вам сказать, что все картинки, которые сегодня здесь будут использоваться, не имеют никакой рекламной роли вообще. То есть лекция абсолютно не ангажирована никакой компанией. Это просто для красоты, для того, чтобы вам было, что называется, интересно и весело смотреть слайды. Соответственно, пациенты могут принимать соду, надо их от этого отговорить. Также не забывайте, что тамс, которого у нас в России нету, рени, который у нас в России есть, это тоже всасывающиеся антоциды. То есть принимать их время от времени можно, но для лечения назначать не стоит, потому что пациенты буквально начинают больше и больше принимать из-за синдрома рикошета. Я историю, не знаю, кто-то был на моих лекциях, может, слышал, но история, считай, очень показательная. Ренни когда-то встретила свою подругу беременную, которая увидела просто его в сумке, у неё торчит Ренни. Я говорю, почему ты Ренни принимаешь? Ведь есть более такие, ну, скажем так, хорошие средства для того, чтобы изжогу беременных купировать. Она говорит, мне гинеколог сказал, что Ренни – это единственный возможный антоцид, который можно при беременности. Ну, надо сказать, что Ренни разрешён при беременности, но нельзя говорить, что это единственный возможный. И знаете, сколько таблеток Ренни она принимала в день? 12. То есть она начала с одной, и пришлось дойти до 12, потому что она постоянно нуждалась в новом-новом приёме. Ну, я перевела её на другую терапию, потому что это, конечно, не дело, когда так принимается препарат. Не отговариваю, в дорогах, в поездках, как экстренное средство можно, но для длительного лечения не нужно. Не всасывающиеся антоциды, они достаточно быстро адсорбируют пепсин, способствуют уменьшению протеолитической активности желудочного сока, связывают желчные кислоты, что нам очень важно, обволакивают и обладают стопротективным действием, в некоторой мере восстанавливая роль наших простагландинов, которые повреждаются при воспалении и, например, при воздействии НПВС. Что мы знаем из не всасывающихся антоцидов? Да всё, что у нас есть, всё не всасывающиеся антоциды. То есть всё, что вы видите, абсолютно здесь я привожу примеры. То есть я думаю, что все названия вам знакомы так или иначе. фосфалюгель там в том числе, что-то, по-моему, его здесь нет, нет, есть. Просто здесь разные соли содержатся, но не знаю, насколько вам нужна прям такая подробная информация. Мне кажется, достаточно запомнить те, которые всасываются, и все остальные будут автоматически не всасывающиеся. Антоциды, соответственно, нужны для того, чтобы принимать теми пациентами, у которых изжога возникает редко. То есть, по сути, мы можем таким пациентам не назначать ингибитор протонной помпы, отдать ему только антоцид. И также тем пациентам, у которых изжога возникает после еды, например, несмотря на назначение ингибиторов протонной помпы, мы можем добавить этот препарат к лечению основному, к базистому нашему. Есть побочные эффекты, например, может быть, антоциды, которые содержат магния, они вызывают диареи, гипермагниемию, но это не настолько, скажем так, важно, потому что мы не назначаем их никогда на прием месяцами. Если, опять же, мы назначаем карбонат кальция, это вот сашисантоциды, это может привести к гиперкальциемии, алкалозу, повреждению почек. Опять же, количество должны быть достаточно большие. Задержка алюминия значительная, может приводить к нейротоксичности и анемии, если это длительное лечение. Опять же, не оговорено, сколько это длительно, но считается, что двухнедельная терапия умеренными дозами не приведет к таким побочным эффектам. Дальше продолжаем с альгинатами. Опять же, скажу вам, что эти картинки, они рандомные, абсолютно не имеют никакого значения, никакого отношения к промоушену препаратов. Альгинаты рекомендованы в различных совершенно рекомендациях наших, европейских. Это совершенно прекрасные препараты, которые нейтрализуют постпрандиальный кислотный карман в максимальном отделе желудка. Опять же, если вы помните, я вначале говорила о патогенезе, это очень важный момент. Они образуют вязкую смолу, которая плавает в желудке и может все это захватывать. Альгинаты могут быть полезны, особенно при симптомах после еды у лиц с относительно легкой рефлюксной болезнью. И также, очень важный момент, они эффективны при лечении рефрактерной гастроозофагальной рефлюксной болезни. Это тоже хороший момент. Конкретно этот альгин, это БАТ, но очень хорош по качеству, мне просто нравится его назначение. Но, конечно же, мы можем использовать обычный аптечный препарат. Сейчас я вам его покажу, вы его знаете. И вот исследование как раз проводилось на этом препарате. Показалось, что альгинат наотрез только же эффективен как амепрозол для облегчения симптомов пациентов с нейрозивной рефлюксной болезнью. То есть, здесь шло сравнение, сравнение, как они пишут, гавискон, то есть, у нас это гевискон, конкретно этого препарата, прием его три раза в день и сравнение его с амепрозолом. Надеюсь, они пришли к выводу, что он также эффективен. Но это речь идет, конечно, о пациентах с НЕРП, а не о пациентах с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью. Эзофагопротекторы, конкретно, вы знаете, вольфазокс есть только в наших клинических рекомендациях. Ну, и его любят итальянцы, поскольку они его выпускают. Наверное, есть некоторые вопросы, насколько это доказательно эффективное лечение. Но есть пациенты, которые его прямо очень любят и говорят о том, что нам он сильно помогает. В плане того, что в этом препарате есть, это обволакивание слизистой оболочки пищевода и механический барьер. Точнее, я не совсем правильно вам даже говорю слово препарат, потому что это не препарат. По-английски называется medical device, то есть это не лекарственное вещество. Это пленка, которая создает защиту. Считается, что защищает от воздействия соляной кислоты, пепсина, трепсина и желчи. Но как дополнительное средство, не как основное лечение. И, конечно же, ингибиторы протонной помпы. Великие и ужасные их назвала, потому что кто-то их боится, кто-то их очень сильно любит. Препараты для снижения кислотности желудочного сока, самые эффективные, самые распространенные в мире. Их достаточно большое количество. Вот эта табличка из, не помню, источника, в Дейти очень хорошая по лечению, по-моему, гастроцепогальной рефлюксной болезни. Здесь одобренные режимы назначения. Я на это хочу обратить ваше внимание, не загружая вас всеми остальными циферками. Не надо сразу назначать очень большие дозы препаратов. Некоторые врачи, которые любят, допустим, Декс-Лансепрозол, назначают сразу 60 мг. Посмотрите, одобренная доза 30, 60 нам не нужна. Из-за Амепрозол мы тоже можем назначать 20, Амепрозол можно назначать 30, ну, если кто-то лечит. Амепрозол, здесь есть вопросы, потому что это препарат короткодействия, но здесь речь идет о капсулах со срочным освобождением. Это немножко другая форма, поэтому 20 мг тоже хватает. По Пантапрозолу 40, потому что Пантапрозол, надо помнить, в этом плане более слабые препараты, Рабипрозол 20 мг. Опять же, из тех, которые у нас есть с торговыми названиями, здесь просто вам примеры привожу, какие хотите, да, какие вам больше нравятся. Очень куча всяких сравнительных исследований, что-то лучше, что-то хуже. Сейчас я вам покажу одно, но здесь все-таки в целом, если говорить глобально по миру, то более-менее препараты похожие, их нужно просто правильно подбирать. Если мы говорим о дозе-эффекте для лечения именно гастроцогального рефлюкса, то здесь есть нюансы, и в частности немцы писали о том, они проводили сравнение. Посмотрите, для того, чтобы нам добиться непосредственного снижения, того значения ПАЖ, которое нам нужно, нам по пантопрозолу, например, нужно назначить очень большую дозу пациента. Вы представляете, что таблетки того же пантопрозола это 40 мг, если доза большая, максимальная, не 20, и если нам нужно 166, то нам нужно 4 таблетки по 40, мы так не назначаем. Поэтому, коллеги, если вы лечите гастроцогальную рефлюксную болезнь, все-таки вы берите тот ингибитор протонной помпы, который будет более эффективен и который будет давать нам тот эффект, который нам нужен. Допустим, по амепрозолу вы видите, что нам нужно не меньше 40. По амепрозолу нам достаточно 20-ки. По амепрозолу, ну, тут вопрос 23,6, то есть достаточно ли нам 20, или все-таки нас, значит, 40. И вот хочу вам показать один из моих любимых слайдов. Я его сфотографировала. Почему он в таком виде? Потому что это было на европейской гастро-неделе, которая была еще до ковида. И там было как раз показано, это обзор, это 57 исследований. Они брали за единичку амепрозол, как за единицу действия амепрозола. Сравнивали его слайд с амепрозолом, панкопрозолом, амепрозолом, амепрозолом, амепрозолом. И посмотрите, какой у них получился эффект. То есть самый эффективный препарат здесь получился амепрозол, который составляет 1,82 от амепрозола. В принципе, это та же самая история, которая здесь в этой таблице изображена. Поэтому, когда мы хотим эффективную терапию ингибитором протонной помпы, мы должны выбрать правильный ингибитор протонной помпы. Вот эти моменты не являются строгими рекомендациями. Это больше знание врача. Если вы планируете назначить ингибитор протонной помпы на длительный период времени, то есть у вас есть пациент с постоянным приемом аспирина, у вас есть пациент с постоянным приемом НПВП, вам нужно пациента зачем-то защищать ингибитором протонной помпы при приеме каких-то препаратов, и помните, что есть лекарственная эзофагита. Вот при длительном назначении есть смысл контролировать магниевитамин В12. Если вы назначили препарат на 2 месяца, на 2-6, то есть вам нужно полечить просто гастросавагально-рефлюксную болезнь, не надо пациенту брать все анализы крови, ни к чему. Это будет его только пугать. Но если это длительное назначение, то вы видите, что периодическое измерение уровня магния нужно, и периодическое измерение витамина В12, периодически это хотя бы раз в 6 месяцев. Выбор ингибитора протонной помпы еще раз подчеркну. Это абсолютно рандомный выбор. Не знаю, насколько вообще медсцинсто сейчас даже есть в продаже. Я здесь хочу показать вам только тот момент, что есть пациенты, которым сложно глотать препараты. И если за границей есть лансапразол, в пероральной суспензии у нас его нет, то у нас есть, например, имепразол бикарбонат в порошочках. Но поскольку это бикарбонат, то есть препарат, содержащий соду, очень надолго мы его не назначаем, но в каких-то случаях мы можем его использовать. В целом нет разницы между прям вот в разрешении симптомов и скорости заживления изофагита между ИПП, но вспоминаем те слайды, которые я сейчас показала. То есть активность препаратов все-таки здесь имеет значение. Ингибитор стоит вводить за 30-60 минут до завтрака для максимального ингибирования протонной помпы. И это очень важная история. Показано, что наиболее эффективные ИПП, когда они принимаются после длительного голодания, то есть после ночи и перед первым приемом пищи, потому что будет максимальное подавление протонной помпы. Назначение ингибитора на ночь не оправдано, если это однократное назначение. Если мы лечим пищевод Боретта, когда нам нужно двойное назначение, если мы назначаем антихеликобактерную терапию, в этом случае да. Но если мы назначаем один раз в день, то это должно назначаться перед первым приемом пищи, тогда мы обеспечим максимальный эффект, а не вечером, не на ночь. Однократного приема большинству пациентов достаточно, если выбрали правильный препарат. И, пожалуйста, вполне можно принимать один раз в день. Второй прием чаще всего не нужен. Быстрота достижения эффекта в общем-то формируется в течение первых пяти дней. Сначала эффект достигает субмаксимальный, затем мы получаем максимальный уже эффект на вторую, на третью дозу. Таким образом, случайное использование ингибиторов протонной помпы по мере необходимости возможно, но не в начале. То есть, когда мы в начале пытаемся пролечиться, нам нужно постоянно использовать ингибиторы. Когда мы потом уже назначаем препарат по требованию, мы можем его назначать уже по интермитирующей схеме. Нужно избегать одновременного приема, допустим, с антагонистами рецепторов гистамина, если это делается на постоянной основе, но есть такая история, как ночной кислотный прорыв. В этом случае целесообразно назначение H2-аблокатора на ночь, только надо помнить, что привыкание к H2-аблокаторам достаточно большое, поэтому в течение 7-14 дней затем его нужно отменять. Можно ли менять ингибиторы в процессе лечения? Конечно, можно. Это возможно. Это как раз та разумная стратегия, когда пациент не переносит, ему не нравится по какой-то причине препарат, ему дорого, ему неэффективно. Мы можем менять дозу, мы можем менять ингибиторы протонной помпы. Основное правило ингибитор следует назначить в самой низкой дозе и на самый короткий срок, который соответствует состоянию, которое вы лечите. Это правило может быть кажется немножко странным, но это на самом деле так. Если мы откроем наши клинические рекомендации по лечению ГЭРП, то мы увидим, что если у нас А, степень повреждения пищевода, то основной курс здесь может быть 4 недели с использованием стандартной дозировки ингибитора. Соответственно, если у нас эрозии ВС, то мы говорим о том, что у нас должно быть лечение не меньше 8 недель. Но поддерживающая терапия на сниженной дозе должна быть более долгой, то есть на 16-24 недели в половинной или в полной дозировке, если у нас есть на то какие-то поводы. При длительном применении ИПП возможно назначать их по требованию прерывистыми курсами. И, соответственно, о длительной терапии мы уже думаем, когда мы оценили все риски, все возможные последствия. Вот, возможно, проанализировали все-таки уровень витамина В12 и магния и пришли к мнению, что да, нам нужно длительное назначение. При этом нам нужно выбрать наиболее безопасный препарат. Об этом тоже нужно всегда помнить. Как прекратить прием ингибиторов протонной помпы? Это нередкий вопрос. Пациент говорит, да, вот вы сейчас меня полечите, я отменю, у меня все опять снова захлестнет. На самом деле синдром рикошета бывает, особенно у тех пациентов, у которых прием ингибиторов идет достаточно длительный. Что мы делаем? Если пациент принимает дозу высокую, ну и в принципе я считаю, что любую дозу, доза снижается постепенно, примерно на 50% в неделю. Те пациенты, которые по какой-то причине принимали дозу 2 раза в день, у них сначала нужно забрать вечернюю дозировку, затем утреннюю дозировку уменьшить, можно попросить пациента принимать через день и, соответственно, затем отменить полностью. Также хорошим очень эффектом обладает назначение дополнительно альгинатов, это просто картинка парохода, который собирает водоросли. Как раз это исследование показало, что пациентам, которым мы снижаем дозу, мы можем добавлять им альгинаты, и при этом у них не будет этого синдрома рикошета. Ну и тут англичане еще пишут о том, что здесь может быть уменьшение финансового времени, потому что это будет более дешевая терапия. Очень хороший гайд, американский, февраля 2022 года, «Лучшие практические советы по отмене ингибиторов протонной помпы». Понятно, что на английском языке, ну, во-первых, там его можно перевести быстро кнопочкой, во-вторых, там есть краткое резюме, выжимка вначале, я вам сейчас ее покажу, как вообще подходить в целом, такие строгие, я бы сказала, правила к приему ингибиторов. Все пациенты, которые принимают ИПП длительно, должны проверяться на текущие показания к применению, документировать эти показания. Ответственность должен нести лечащий врач, переводим на русский язык. Если вы назначили ингибитор надолго, вы должны с пациентом периодически все-таки встречаться и оценивать, а нужен ли ему до сих пор ингибитор. Ну, то есть, допустим, если кардиолог назначил пациенту, там, кардиомагнил у нас, да, при слову это, и пациент принимает ингибитора, кардиолог в какой-то момент сказал, а не надо больше принимать кардиомагнил. Надо оценить эффект, точнее, оценить эту историю и отменить вовремя ингибитор. Пациенты без четких показаний к приему ИПП должны быть рассмотрены как кандидаты для отмены. Большинству пациентов не нужно принимать дозу 2 раза, нужно перевести на 1. Если у пациента тяжелый эрозивный изофагит, язва пищевода или стриктура, этим пациентам не отменяем. Если это пациент с пищеводом, барретто, эзенофильным изофагитом или еще есть заболевание диапатический легочный фиброз, этим тоже не отменяем. Обязательно, если мы планируем отменять ИПП, мы должны оценить риск кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта и, соответственно, тоже понять, можем отменять или не можем отменять. То есть критерии прямо взять и оценить. Пациентам с высоким риском кровотечения не отменяем. Пациенты, которые прекратили длительную терапию ИПП, следует предупредить, что у них может развиться рикошетная гиперсекреция. Ну и здесь они пишут о том, что можно или снижать дозу постепенно, или резко прекращать. Я рекомендую все-таки снижать дозу постепенно. Ну и самое важное, что мы должны четко оценить показания и противопоказания, не отменять тем, кому не надо отменять, не назначать тем, кому не надо назначать. Там есть еще много всего, я вам очень коротко только. Ну и про кинетики, которые у нас включены в лечение ГЭРБ, я хочу вам их просто показать, опять же, не потому что эти препараты, а потому что картинка к прокинетикам. Они способны восстановлению нормального физиологического состояния пищевода, уменьшают количество приходящих расслаблений нижнего пищеводного сфинтера. Но надо вот что подчеркнуть, что только на ГЭРБ прокинетики не особо есть смысл назначать. Их есть смысл назначать, когда идет сочетание ГЭРБ и функциональной диспепсии. Обратите на это внимание. Если мы посмотрим на российские рекомендации по ГЭРБ, то в ГЭРБ у нас записан и топридогидрохлорид, и тремибутин. У нас там он обозначен как прокинетик. А при диспепсии у нас записан дамперидон, и топридогидрохлорид, и сейчас новый акотиамид, который, поскольку это рекомендации 19-го, наверное, года или 20-го, то он там еще упомянут как возможный препарат. Сейчас он уже есть как препарат. Если мы посмотрим на аппудейт, то при ГЭРБ рекомендуется прокинетики, но там не упоминают только метоклопромид для пациентов с рефракторной ГЭРБ, то есть ГЭРБ, которая не реагирует на обычное лечение. При диспепсии вы видите тоже список прокинетиков, которые есть. И при гастропорезе тоже есть определенные прокинетики. Там они используют в том числе азитромицин и эритромицин, потому что эти антибактериальные препараты обладают активным прокинетическим действием. Это так. Но мы как-то в России, у нас не очень принято антибиотикой применять в качестве прокинетического действия, но они входят в аптодейт, и японцы тоже применяют. В японских рекомендациях это тоже есть. Ну вот, соответственно, это как бы подход к лечению пациента с типичным симптомом ГЭРБ. Пробный курс одинарной дозы ИПП в течение 4-8 недель, оценка результата через 4-8 недель. Если есть устойчивое снижение симптомов, мы переходим на минимально эффективную дозировку, продолжаем с минимально эффективной дозировкой или переходим на терапию потребования для тех пациентов, которые могут обходиться без ИПП. Если пациенты постоянно используют ИПП, то мы должны обязательно протестировать им рефлюкс, то есть сделать суточную пашметрию, чтобы понять, нужна ли им пожизненная терапия. Если не очень влияет на симптомы, мы должны первое, что сделать, оценить комплайнс пациента и дозу увеличить до 2 раз в день или перейти на более эффективный кислотоподавляющий агент. Опять оцениваем результат через 4-8 недель. Если нет влияния на симптомы, то мы тогда начинаем дообследовать пациента. На самом деле, американцы, американские рекомендации, они, видите, вначале даже гастроскопию не делают, то есть они сразу пациента по типичным симптомам лечат. Мы всё-таки с гастроскопией начинаем, поэтому у них здесь и написано, что если ничего не помогает, давайте пойдём на гастроскопию. Но в целом, здесь, мне кажется, достаточно удобоваримые рекомендации. И вот не буду останавливаться вот на этой огроменной таблице, хотя она у меня здесь, конечно, переведена, не знаю, возможно, можно её сфотографировать, но покажу вам, откуда это взято. Около половины пациентов с подозрением на ГЭРБ не получают пользу от подавления кислотности. И это уже называется рефрактерное к лечению гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Вот как раз вот этот вот подход, который здесь написан в рекомендациях американцев. У меня вот в этой таблице изображён, что делать с этими пациентами, если у них есть рефрактерная гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Я там покажу вам ещё табличку на русском, там будет более понятно. Кроме того, что есть просто причины нечувствительности к ингибиторам протонной помпы, есть ещё состояние, которое называется гиперчувствительностью к рефлюксу. Это ретрострональные симптомы и сжога и боль в груди, связанные с непатологическим воздействием кислоты. Эта история достаточно непростая, и для того, чтобы понять, что это действительно слабокислый рефлюкс, и наличие газа в рефлюктате, нам нужно делать обязательно по ашимбитансиметрию, чтобы это доказать. Гиперчувствительность к рефлюксу связана с висцеральной гипералгезией, которая описана при других функциональных расстройствах. Например, у нас есть функциональная диспепсия, СРК. То есть это всё, по сути, скажем так, из одной оперы. И, соответственно, лечим мы это уже не ингибиторами протонной помпы, а другой группой препаратов. Диагноз гиперчувствительного пищевода ставится по римским критериям. Они все написаны. Опять же, римские критерии просто можно открыть. Я, видите, немножечко тороплюсь, потому что понимаю, что времени много прошло. Но это вы можете посмотреть в римских критериях. Прямо даю моменты, что где можно ещё почитать. Функциональная изжога. Это ситуация, когда... Эта ситуация одна из наиболее частых причин неэффективности лечения. Когда мы лечим, лечим пациента с ингибитором протонной помпы, ингибитором протонной помпы снова к нам приходит, говорит, а мне это не помогает. Так вот эти пациенты часто имеют функциональную изжогу, и они имеют хронические симптомы. Степень тяжести меняется со временем. То есть у них изжога то больше, то меньше. Можно сказать, что у этих пациентов, смотрите, через 22 месяца тестирования симптомы остались у 66% пациентов. То есть это очень большой процент. И получается, что ну такая полное разочарование у пациента и у врача. Я вас лечу, вам ничего не помогает. А пациент говорит, вы меня лечите, вы плохой врач, мне ничего не помогает. Механизмов достаточно много, но они не совсем известны. То ли это повышенная чувствительность к пищеводу, то ли это психологически сопутствующее заболевание. Пациенты с плохой корреляцией симптомов явлениями кислотного рефлюкса, с тревожностью. Также депрессивные пациенты могут усиливать эти симптомы. Я знаю, что вам вчера, по-моему, читали что-то по тревожному расстройству. Ну вот как бы это наши такие пациенты функциональные. Тоже все по функциональной изжоге, ну как все, основы, написано в римских критериях 4, можно там почитать. И опять же нам здесь и в том и в другом случае нам нужна PH-3 обязательно. Какие еще могут быть причины неэффективности ингибитора протонной бомбы, которые мы с вами можем забывать? Это ахолазия, это эзенофильный, мы немножко о нем поговорили, это инфекционный изофагит, это лекарственный, это гастропорез, триктура рак пищевода. То есть не забывайте, что эти заболевания могут не поддаваться и не поддаются лечению ингибитором протонной бомбы. Например, кандидозный изофагит, вы ими не пролечите, вы ими ухудшите. Рефрактерную герб нужно отличить от этих состояний с помощью тестирования. Это или гастроскопия, ну или нам нужна пашметрия для того, чтобы функциональные расстройства исключить. Важный момент, который часто говорят, ну там нет никакого ДГР, дело не в ДГР, а именно дело в рефлюксе. И это понятие существует, оно существует и в англоязычной литературе в том числе. Желчный рефлюкс играет определенную роль в подгруппе пациентов с трудноподдающимся лечению симптоматическим рефлюксом. И, соответственно, когда проводили исследование, увидели, что у достаточно большого процента пациентов есть воздействие как кислоты, так и желчи, или только желчи. И, соответственно, таких пациентов мы должны несколько по-другому лечить. Что значит несколько по-другому? Мы с вами перечислили уже несколько моментов. Это могут быть прокинетики, потому что у них сочетание идет с диспепсией. Это могут быть антоциды, это могут быть альгинаты в дополнении к ингибиторам протонной помпы. И посмотрите, еще есть исследования, которые показали действие баклофена. Тоже был очень хороший доклад на европейской гастронеделе, который говорил о том, что баклофен может уменьшать воздействие именно желчного рефлюкса. Мы не применяем его практически в российской медицине, я имею в виду, для лечения рефлюкса, но исследования такие есть. И, возможно, все-таки это тот препарат, который может в том числе здесь быть использован. Только имейте в виду, что это миорелаксант, он может снижать давление, и надо за пациентом таким, конечно, наблюдать, аккуратно назначать очень дозы. Вот про рефлюктерную мы с вами как раз уже поговорили, уже не останавливаюсь, но это эпидемиологии, для того, чтобы здесь вас не загружать. Вот единственное, что вам здесь еще подскажу, да, альгинаты рекомендуются при рефлюктерной гастроэзофагальной рефлюксной болезни, антагонисты H2-рецепторов, но минус быстрое развитие толерантности назначается дополнительно к КПП вечером, ну и вот баклофен как вариант возможно старт с очень низких доз, постепенное наращивание, длительность для оценки эффекта не более 4-8 недель, это максимально, что мы можем здесь себе позволить. Но не забывайте, коллеги, что поскольку мы работаем по нашим рекомендациям, наших рекомендаций баклофена нет, нужно, конечно, эту терапию обосновывать, чтобы не быть, ну скажем так, обвиненным в том, что вы неправильно лечите. Также это может быть хирургическое лечение. Здесь все же ведутся споры по поводу того, насколько антирефлюксная хирургия нам хороша и полезна и насколько она эффективна, потому что частенько пациенты с проведенной антирефлюксной операцией через какое-то время приходят снова за ингибитором протонной помпы. Поэтому здесь надо всегда очень четко оценить необходимость проведения хирургического лечения. Абсолютно не против, но нужно прям серьезно подойти к решению вопроса, а не просто в угоду времени, а сейчас можно все прооперировать, давайте прооперируем. Не всегда операция на самом деле нужна. Поговорили о том, что есть гиперчувствительность к рефлюксу функциональной изжога. Коллеги, я сегодня, конечно, углубиться в тему назначения трициклических антидепрессантов и других антидепрессантов совершенно не могу. Меня попросили почитать лекцию еще 12 февраля, и я думаю, что этот вопрос, наверное, я там задену. Но это достаточно большой пласт, который я знаю, что вы вчера с Надеждой Алексеевной разбирали. И здесь нужно момент важный, который я бы хотела, чтобы понимали. У нас в клинических рекомендациях с вами, с гастроэнтерологами, я имею в виду, есть назначение антидепрессантов. И это хорошо, но нужно четко понимать, что если это пациент психиатра, то есть у пациента выраженная тревога и депрессия, то лучше все-таки, чтобы его проконсультировал психиатр, а не мы занимались лечением только изолированно-функциональной изжоги. Но если мы все-таки понимаем, что это пациент гастроэнтерологический и мы исключили у него органические моменты, мы исключили гастроэнтеропогальную рефлексную болезнь, чистую истинную, и это функциональная изжога или гиперчувствительность, то здесь мы должны мочью уметь подбирать правильно антидепрессанты для того, чтобы пациент имел эффективность от нашей терапии. Нужно понимать, что действия антидепрессантов, ну допустим, аминтрептилин, самый частый, наверное, который используется в гастроэнтерологии, самый такой старый, ну и самый с хорошей доказательной базой, действие его накапливается в течение 2-4 недель, и мы должны подождать это время до начала эффекта, возможно, оставив его на ингибиторах протонной помпы. Лечение продолжается не меньше 12 недель, я имею в виду антидепрессантами, и оставляем его на более долгий период. Когда мы обсуждали с нашим психиатром, с Надеждой Алексеевной или иной, она как-то сказала о том, что это очень хорошая история, в том числе взаимодействие с психиатрами, что вы можете на начальном этапе назначать такой препарат и ориентировать пациента на то, чтобы он всё-таки через 6-8 недель терапии показался психиатру и, возможно, откорректировал эту терапию, особенно если у него есть тревожно-депрессивное расстройство. Альтернатива может быть действительно при замедленном опорожнении желудка про кинетики, мы немножко с вами об этом уже говорили, при негислотном желчном рефлюксе секвестранты желчных кислот, но у нас их нету официально до того же холестерамина и баклофен, ну, акупунктура американцы пишет тоже об этом. Написала вам ещё этот маленький интересный момент по поводу детей, я думаю, что здесь только терапевт и не педиатр, но тем не менее, американцы в 22-м году в своих рекомендациях пишут о том, что у детей при рефракторной ГЭП, при кислотном рефлюксе можно использовать, допустим, ромашку, скользкий вязк, корень имбиря. У взрослых это не написано, но тем не менее, они вот говорят о том, что возможно использовать в том числе фитотерапию и потому что, как они это обосновывают, потому что многие семьи ищут, используют эти средства самостоятельно, поэтому лучше, если пациент придёт к нормальному врачу, поговорить с ним о своих страхах и врач, ну, скажем так, официально назначит ему эти средства, раз пациент сомневается в чём-то другом и это уменьшит токсичность и уменьшит резкие какие-то побочные эффекты. Эта табличка, которую вы тоже можете вполне себе посмотреть, алгоритм введения пациента с рефракторной ГЭП, она похожа на ту, которую я вам показывала от американцев, там очень большая, здесь она более понятная, российская, она опубликована в российском медицинском журнале в 2015 году, очень, мне кажется, понятная и классная именно для взаимодействия с пациентами с рефракторной ГЭП. Вы видите, что здесь написано все препараты, о которых я сегодня говорила, в том числе перечислены модуляторы боли в виде ингибиторов обратного захвата серотонина и трицикликов, которые применяются при гиперсенситивном пищеводе и функциональной изжоге. И все, я в час сорок пять уложилась, а не в сорок пять минут. Надеюсь, что вам было полезно, очень старалась говорить максимально быстро, понимая, что 200 слайдов так просто не пробежать. Спасибо. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok